Здравствуйте! Вы смотрите программу «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и личных достижениях. Сегодня вы увидите... Автокросс – День Победы. На трассе в Семёно-Оленинском состоялась традиционная гонка. Ярость в глазах, храбрость в сердце, доброта в душе. Корейское боевое искусство «Тхэквондо» успешно развивается в нашем городе. Массовость – основа для мастерства. В лагере «Солнечный» юные спортсмены и просто любители здорового образа жизни поучаствовали в президентских состязаниях. В воскресенье 11 мая на трассе около села Семёно-Оленинское под Рязанью прошел всероссийский лично командный автокросс, посвященный 69-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Соревнования прошли в праздничной атмосфере с накалом страстей и неожиданными поворотами. В 49-й по счету автокросс собрал большое количество участников. Всего на соревнования заявились более 130 гонщиков. Изюминкой этого года стало участие в заездах спортсменов из Эстонии, которые долгое время в Рязани не выступали. Впервые в этом году опять возобновили участие спортсмены из Эстонии. В свое время здесь они, их родители в 70-е годы устанавливали рекорды, были победителями и призерами всероссийских соревнований и союзных чемпионата союза по автокроссу. Вот в этом году они пока две машины привезли, ГАЗ-51, ГАЗ-53. Четыре года приезжали на рязанские автокроссы в Семёно-Оленинское и кораблино эстонские спортсмены в качестве зрителей. Смотрели, прикидывали, обсуждали и вот, наконец, решились приехать в качестве участников. Наводчиком послужил известный резиданский спортсмен Валерий Дронов, который несколько раз приезжал на автокроссы в эту прибалтийскую страну и успешно в них выступал. Чтобы принять участие в российских соревнованиях, эстонским спортсменам пришлось привезти свои машины в соответствии техническим требованиям Российской Автомобильной Федерации. По их словам, главные доработки касались обустройства кузова, так как на соревнованиях в Прибалтике грузовики выступают без него. И дух безопасности внутри кабины. Приехать в Россию со всем скарбом, необходимым для участия в гонке, оказалось делом непростым. Как рассказал Томас Реп, первая попытка пройти границу оказалась неудачной. Спортсменов без оплаты солидных таможенных сборов за большое количество запасных частей к машинам не пропустили. И вот сейчас они уже уладили все технические формальности и не просто поучаствовали, а заняли призовые места. Марка Тина стал первым в дивизионе Т-4-1 автомобиля ГАЗ-51, а Томас Реп пришел вторым в категории Т-4-2 ГАЗ-53. Как вам сегодняшнее соревнование? Очень хорошо. Сегодня погода была лучше, чем вчера. У меня это не мешало. Вчера с ней дождь. Как ощущения от победы? Очень хорошо, отлично. А в какой раз участвуете? Здесь первый раз. У меня отец где-то 30 лет назад соревновал здесь, поза этого грузовика. 30 лет назад и теперь я здесь первый раз. А почему вообще решили гонками заниматься? Просто это... Это так хорошая гонка здесь в мае, это день победы. И здесь очень хорошая репутация за эту гонку. И за это мы решили прийти сюда. И просто... Просто показать с русскими, как мы ездим и как наша машина выглядит и как они ездят. Эстонские гости завоевали не только спортивные трофеи автокросса, но и симпатии местных болельщиков, наградивших их шквалом аплодисментов. Организаторы автокросса вручили эстонским гостям на память о спортивном визите в Рязань специальный приз. Спортивных выкрутасов победная гонка выдала немало. Не попали в тройки сильнейших своих дивизионов признанные мастера своего дела Петра Дрофичев и заслуженный мастер спорта Сергей Кротов. Правда, оба без призов не остались. Сергей получил приз за 5 место, так как в этом дивизионе на протяжении ряда лет традиционно награждают шестерку сильнейших. Петр специальный приз от организаторов в связи с 30-летием спортивной деятельности. Победивший в классе полноприводных автомобилей Михаил Кутинов уверяет, что везение занимает не последнее место в исходе гонки. Перед стартом надеялся только на чудо, потому что стартовал с третьего ряда и уже с самой невыгодной позиции, то, что соперники оставляют. Ну, старт получился, в общем-то, удачный. Во всяком случае, не растерялся, не проморгал. Светофор, может быть, даже вот прямо вот в самую-самую. Единственное, попал в середину, конечно, но удалось обойтись без всяких столкновений. Чудом на стартовом вираже открылась дорожка. Конечно, ну, нехорошо так, и сочувствуем Петру Дровичу. Его перевернули. Мне как раз вот прямо передо мной открылась дорожка, я ушел третьим в подъем. В общем-то, уже как бы, ну, процентов 50 пути было сделано. Задач, вернее, лишено. Дальше удалось обойти с Питера 30-го номера Борю Городкина. И шел вторым, увидел у Василия, который вот первый шел. У него спущенное пилисо заднее. Ну, в принципе, с такой травмой он уже, я понимал, что далеко не уедет. Естественно, на вираже открыл доголитку, прошел. И дальше оставалось только удержать позицию, и все. Что касается выступления рязанцев на домашнем автокроссе, то удачным его не назовешь. В финал самого многочисленного по составу участников дивизиона Д2 Классика вышло 8 рязанцев. Но противостоять двум гостям из Подмосковья с воевавшим две награды и с трех количеством не смогли. С другой стороны, восьмерка рязанцев в финале этапа Кубка Рафа Запад – это уже успех. Не пробились в тройке сильнейших местные пилоты в двух дивизионах грузовиков КАЗ-53 и ЗИЛ-130, хотя финалов каждого из этих классов и выступало по три рязанца. Что касается класса джипов, то пока никто из рязанских молодых спортсменов не может составить компанию ветерану Алексею Живакину в битве с зубрами этого дивизиона. Лишь среди грузовиков ГАЗ-51 и 52 рязанцы сдержали фирменную марку. В целом, 49-й автокросс «День Победы» прошел в праздничной приподнятой атмосфере, подарив тысячам людей, которые приехали в Семена-Ленинское, яркий и незабываемый праздник. Тхэ-Кван-До является одним из видов корейских единоборств, наиболее популярен во всем мире спортивный вариант этой системы, хотя существует и боевая ее разновидность. В особенностях этого вида единоборств разбирался Монглеб Галушкин. Слово «Тхэ-Кван-До» складывается из трех слов. Тхэ-Нага, Квон-Кулак, До – искусство и путь к совершенствованию. Основатель современного Тхэ-Кван-До Чхве Хон-Хи трактовал это искусство как технику самообороны без оружия и систему духовной тренировки, а также квалифицированное исполнение ударов, блоков и прыжков, выполняющихся голыми руками и ногами для поражения соперников. Сверх задачи Тхэ-Кван-До в древности было выбивание всадника из седла. Соответственно, и современная техника – это активное использование бойцом ног в поединке. Так же, как, например, и в карате, в Тхэ-Кван-До, помимо спарринга, спортсмены выполняют и комплексы формальных комплексов «Хумсе». Все названия этих комплексов имеют глубокий смысл, а рисунок движений в этих комплексах таков, что при их выполнении на полу как бы выписывается символ, сходный с названием соответствующего «Хумсе». Спарринг или кёруги проходит на площадке 12 на 12 метров по 3 трехминутных раунда, перерыв между раундами 60 секунд. Оба соперника имеют электронные жилеты, с помощью которых фиксируются попадания в лицо и среднюю часть тела, а также специально разработанные протекторы, состоящие из шлема, наплечников, наколенников и доспеха «Хогу», прикрывающего грудь и бока. Оценка ведется как по сумме очков, так и по нокдаунам. Удары разрешаются только в защищенные места, причем любые удары ниже пояса и атака кулаком в лицо не рекомендуются, равно как и атака упавшего соперника. Заброски, толчки и атаки коленями делаются предупреждения. Запрещены также все виды захватов. В общем, правила таковы, что при подсчете очков удар ногой всегда имеет первенство над ударом рукой. Правила таким образом были последние 15 лет такие изменения вводили, что за удары в голову баллы начисляются гораздо больше. Если за удар рукой в корпус дается один балл, то за удар ногой в голову дается три, а удар с разворотом четыре. Поэтому, соответственно, люди стараются бить, чтобы больше результат. Хотя очень часто именно кто работает хорошо руками, бывает, срабатывает на этом. И когда поединок идет бал в бал, в основном люди как бы смотрят за ногами и упускают из виду руки. Тэквондо сейчас – это олимпийский вид спорта. В Рязани это направление единоборств стало развиваться чуть более 10 лет назад. И за это время рязанские спортсмены добились значительного прогресса. Наши тэквондисты успешно выступают на различных крупных российских и международных соревнованиях. Например, на турнире класса «А» в американском Лас-Вегасе представители Рязанской области успешно выступили и завоевали там пять медалей. Россия! 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 А по итогам первенства России, прошедшем в конце апреля в личном зачете, рязанцы завоевали три медали. Золото весовой категории до 37 килограммов завоевал победитель первенства России по тэквондо 2013 года и серебряный призер первенства Европы – рязанец Андрей Канаев. Также победителем первенства весовой категории до 59 килограммов стала Екатерина Курбатова, а бронзовым призером в весе до 51 килограмма – Татьяна Зайцева. Андрей Канаев и Екатерина Курбатова таким образом попали в сборную России. По словам тренеров, тэквондо – хоть и контактный вид спорта, однако благодаря современной защитной экипировке достигается высокий уровень травмобезопасности. Потому и начать заниматься можно уже с раннего школьного возраста. Мы берем обычно с поступлением в школу, либо подготовительная группа с садика. Именно для чего? Кто начинает с таких лет заниматься, у них именно перспективы достичь что-то серьезное. Попасть на Европу, на мир и так далее. Наша цель сейчас – это вывести кого-то на Олимпийские игры. Если к 16-му году, я думаю, что из рязанцев никто по олимпийским категориям не выстрелит, потому что наши молодежи очень молодые, но к 20-му году у нас есть 4-5 человек, которые, в принципе, туда могут дойти. В общем, за счет сочетания приемов и техник восточных боевых искусств, развитие внутренней дисциплины и силы духа, современное тэквондо остается весьма зрелищным и динамичным видом спорта. Кстати, практически все занимающиеся ребята признались, что желание заниматься к ним пришло именно после просмотра поединков. Сначала у меня первые родители, я просто посмотрел тренировку, мне очень понравилось, и я решил заниматься. С каждой тренировкой мне все больше нравилось и нравилось заниматься. А вот чем тэквондо тебе нравится? Это искусство при самооблероне, оно помогает и в жизни, и просто поставить себе цель в жизни, и добиться ее надо. Меня пригласили на выступление тэквондо, и мне очень понравилось, как они выступали. И я решил записаться. А вот чем тебя привлекает тэквондо? Это очень красивый вид спорта. Я пришла, посмотрела, ну посмотрела, тут мне понравилось. Потом пришла на тренировку, долго там пыталась что-то сделать, так же с первого раза не особо получилось. Ну вот, а дальше понравилось. Сейчас молодые рязанские тэквондисты усиленно готовятся к первому юношескому первенству мира, которое пройдет в июле в Азербайджане. В Рязани прошли всероссийские соревнования школьников, президентские состязания. Школьники соревновались в спортивном многоборье, эстафетном беге, футболе, стритболе. Подробности у Ирины Ковалевой. Большие спортивные достижения начинаются с маленьких побед. Возможность реализоваться в спорте и заявить о себе на всю страну школьникам дарят всероссийские спортивные соревнования, президентские состязания. В нашей области они проходят в третий раз. В этом году в них приняло участие около 80 тысяч ребят. Победители зонального этапа 13 мая приехали в детский оздоровительный центр «Солнечный», где и прошло открытие регионального этапа президентских состязаний. Задача, которую они выполняют, это развитие массового спорта. При общении к занятиям физической культуры все больше и больше детей. Потому что первый этап проходит школьный, и на уровне школы соревнуются, практически вовлекаются в эти соревнования все учащие средних и старших классов. Это самое главное, потому что сейчас вопрос здорового образа жизни, сохранения здоровья наших детей – это очень важный вопрос. В региональном этапе приняло участие 132 человека из 8 районов области, 4 сельский класс команды и 6 городских. Соревнования включили в себя два этапа – творческий конкурс и спортивные состязания. Это спортивное многоборье, спортивный кросс, плюс к ним дополнительные виды – это настольный теннис, дартс, мини-футбол и стритбол. В первый день состязания на суд жюри и зрителей были представлены визитные карточки команд. В этом творческом конкурсе ребята и читали стихи, и пели, но особый упор был сделан на спортивную составляющую. Они не только рассказали о спортивных достижениях своего края и школы, но и показали, на что способны сами. Волнение, как у любого нормального человека было, но я считаю, справились, ничего не забыли, но и получилось все. Соревнования завершились 16 мая. Выигравшая команда будет представлять наш регион в Анапе этой осенью. Так что занятия спортом сегодня не только полезны для здоровья, но и открывают широкие перспективы перед юными спортсменами. И на сегодня это все. Будьте спортивными и здоровыми, и пусть в любом деле у вас открывается второе дыхание. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА